входит купание вода в супер прозрачная вот этим лестницам минимум лет 300 вы спускаетесь по 300 летним кстати как на горе моисея такие даже ковровая дорожка ну вода до идеально там конечно современная постройка но вот это древняя и самое интересное еще с фундаментальными под фундамент было сделано от кого тут можно было защищать что можно было защищать но скорее всего раньше очень дорого но он до сих пор дорого шафран это пол 3 доллара грамм такие цветочки ну и плюс специи наверно специи господи вот из головы то у меня вылетела ну водной экскурсии конечно довольно большие зимпляры сейчас подплыли уже прозрачная вода здесь у нас был снорлинг в чем ласты и маски были бесплатные хотя в египте 10 долларов ласты по моему 10 долларов костюмчик 5 долларов жилет и 5 долларов лайда вот 30 там что-то долларов стоило ребята это фанта стоит 20 долларов ласты бесплатно он еще бедный нам носит кофе это вообще это это снорлинг еще дискотеку нам устроил похож на неймара корабль идет без дай бог тебе здоровья братан я бы послал всех кофе носить пускай сами берут дельфины дельфины вот наш неймар молодец покухи пора боже к лайнеру подплывать естественно он свистит наш неймар красавчики вообще таких уважают водителей в киргизии уважая который нас через памир провозили и туда и обратно на автобусе кида обратно мы ехали с куджанта практически и туда не помню на каком-то легковом и водитель грузин тоже который вез нас батуми в ростов это вообще фантасмагорье как он 30 часов и так он руль не отдал своему напарнику это уникальные люди и мне для меня не знаю круче президентов потому что потому что они спокойны и уверены благодаря таким наверное держится наша планета как говорится россия россия да но кроме россии еще другие страны вот у нас покухи всяких переводчиков первый раз кстати мы так да ну спасибо вот этим мальчишкам не знаю попробую взять у них телефон и сказать когда будут делать выкладывать в youtube но всем рекомендую такая фантастическая эскурсия и такая дешевая конечно мы чаевые обязательно дадим и так ребята это первый раз в жизни это первый раз ребята не нужно кушать много на лайнерах потому что иначе он будет завязывать шнурки алаташа хохочет иногда тоже завязывают шнурки кстати ребята вот если вот это вот с ума сошедшие люди с нашей но откуда они с нашего парохода если они круизного лайнера и вот так они решили кстати там эти лодочки были эти байдарки но это вообще туда без башни если я его увижу на лирике на лайнере то это будет что то причаливаем мы прям рядом да это катамаран я думал сначала что это паром так это два катамарана и второй такой же да крутящий какой то это скорее всего каких то шейков местных наверно еще раз как называется ну крутые то какие то вообще какие то как из фильмов про звездные войны вот эти военные да и твои осенькие точно паромы это точно паромы да вот это паром это тарталине это предпоследний ужин но деликатесы были практически каждый раз тарталине чернилой крокатицы и паста из трюфеля а это копченый лосось с икрой вот это одна икринка ой пардон вот это одна икринка вот это и есть а 9 икринок это и есть с икрой называется оладушек из дранников а а а а а а а а и а а а а а и Это заключительный гадо-концерт. Бригада вот этих, конечно, и певцов, и танцоров, но была изумительная, ребята. Это вам не Басковский, Ркорова, Пугачева. Это круче миллион раз, миллиард. Ровно миллиард раз. Это прощальный. Это как в пионерском лагере раньше было. Оставаться, конечно, не хочется, но... всего приходит конец. Они, бедные, веселили нас. Все эти 12 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Вы представляете, как это половина парохода вот сейчас на смене, поэтому это люди плачут некоторые. Это без шуток. Настолько искреннее было отношение. Итальянская компания MST. Никто нас не покупал. Это просто искреннее отношение. Мы рассказываем. Мы приехали в Дубай, кстати, от Costa Méditerranea. Это еще подешевле даже, хотя, но судно точно такое же, даже может чуть покруче нашего. Ну, как бы сзади, вот видите. А что сзади? А сзади каюты, наверное, с балконами. Да, и вон аквапарк есть наверху. В общем, у Costa дешевле, чем MST, хотя MST тоже достаточно бюджетная. Остальные все дороже. Информация к размышлению. Надо заходить на MSC. Как там MSC? Круизком? Не, MSC Круизком, по-моему, да. Туда. Не так тупить, как мы. И можно там поймать. Очень часто бывают акции, акции, акции. Даже можно, сегодня нам сказали, купить. Бывают во время акций. За двоих будет 500 евро. За двоих. Это по 250 или по 200, даже по 400 евро. Это будет каюта. А не так, как у нас. День такой дурдом. Вот такие очереди. Забыли про советские очереди? Вот вспомните здесь, как капиталисты стоят в очередях. Очень полезно для буржуев, которые наели себе брюхи там, превратились в бегемотов. Были люди. Кстати, про себя тоже имею в виду. Мы вышли и обратно заходим. Ну, потому что смысла нет стоять. Такси смысла тоже нет убрать. Мы этот Дубай весь просмотрели. Мы ехать на свободный, так называемый фри, халявный автобус. Очереди, на которой люди стоят. Вот видите, трусы не играют в хоккей. Трус не играет в хоккей. Потому что в хоккей играют настоящие мужчины. Вот сидят два представителя Поднебесной. Но их слышно. Метров за 30. Дашь, Наташа? Что? Ну. И везде так. Вот они молодцы. Их на проходе-то было, может, человек, если 50 максимум. Но зато слышно конкретно. Молодцы вообще. Хотя я их обожаю. Они как игрушки. забыли, как называется этот мол. Похоже на наш хан-шатыр, который у нас в Астане расположен. Но только у нас там тут у нас один, а здесь их как минимум наверное 5. таких молов. Тапочки понравились такие классные. Привезли на сквалет. Стоят эти тапочки. 2800. Что это получается? 28 на 4. 600 долларов.